И открытым оком. Том 15. Сема Лапкин книги. Вопрос 2922. Я дал почитать своим ваши книги, а брат говорит. Эти вопросы он сам себе задает. Что мне ему на это ответить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Притчи 26.45. Так соблюдается тишина и легче уловит сам смысл вопроса. Занятия идут в этом университете, Алтайском государственном техническом, уже 15-й год. Таким образом, легко посчитать, сколько могли только здесь задать мне вопросов. Занятия идут с 10 октября по 1 мая, примерно 24 недели. По 2 занятия в неделю, 48 занятий в год. Получается, что если даже по 10 вопросов, то за год уже почти 500. За 15 лет около 7 тысяч вопросов. Учитывая, что я веду занятия еще и ныне, и вел их уже 44 года, то цифра покажется не меньше уже указанной. Но учитывая, что вел занятия в 5 университетах, в институтах, в десятках школ, в отделах милиции, по радио, вел на 3 радиостанциях, передачи. И после каждой около 30 вопросов было, до вопросов по интернету, в других городах, в тюрьмах, в техникумах, в училищах, то мало уже не покажется. И все эти записи я сохранил, сохранял до пожара. Да и ныне еще около 2000 сохранилось. Могу показать их, конечно. Устно отвеченные сходы вопроса я дома расширяю, пользуясь книгами, энциклопедиями, интернетом. Но костяк ответа остается непоколебимым. Тот же. Кроме того, у нас в трапезной посты богослужения каждое воскресенье проходит занятие по изучению Слова Божия. И тут мне задают вопросы устно, но я их фиксирую, и даже задаваемые по телефону. Много задано мне вопросов из других городов и из-за рубежа. Неотвеченных нет. Правда, иные вопросы слагаю в один, если они очень подобны друг другу. Есть вопросы, которые задают во время беседы в поезде, в дороге, а я их потом произвольно восстанавливаю. И, конечно же, суть вопроса остается неизменной. Да если бы даже все до единого вопроса я выдумал, то разве это про Шерлока Холмса или иных героев, выдуманных романов и повести Толстого, Булгакова, Шекспира? Разве вопросы не жизненны для вас? Но специалист легко поймет, что вопросы от разных людей, судя по их конфигурации, по их разной степени, неуглубленности и яркости. Многое мы познаем из Библии только из тех вопросов, какие тамошние персонажи задавали и получали ответ. 1 Коринфянам 1.20. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Христос на многие вопросы отвечал и лишь на несколько не ответил, ибо время уже приспело. Лука 23.9. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Матфея 23.24. Иисус сказал им в ответ. Спрошу и я вас об одном, если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаете. Глава 39. Подталкиваем дьявольской рукой и соблазняем леностью привычной. И я тратил прежний облик свой, свое первоначальное обличие. А если так, то ныне мне пристало сказать, в чем грешен, как я прожил век, сказать пред миром, что со мною стало, на что ничтожно я себя обрек. Себе скажусь я книгой сейчас. Я книга вопли, стонов и сомнений, похожая на книгу тех видений, что Езекиил узрел свой час. Я город, но без башен и ворот, я дом, где нету очага зимою. Я горькая вода, и тех, кто пьет, я не способен напоить собою. Я сад, который высох и заглох, я поле, тучное травою сорной. Я ниво, что предуготовил Бог, но почву дьявол распахал проворно. Я древо, потерявшее плоды, годящееся только для сожжения. Я саженец, засохший без воды, светильник, потерявший дар свечения. И новые стинания, плачь глухой, я облекаю в прежнее созвучие. Беспомощен зубовный скрежет мой, и горит мой позор, и слезы жгучи. Гнев над моей душой неумолимый, над грешной плотью огонь неугасимый. Печать греха леглав не начало. Достоин казни я, творящий глоб. Боль посланную с неба на земле, приемлю я погряз, руши во зле. Что ждет меня, заранее известно. Как кучи плевел превращусь я в дым, и возвещает снова глаз небесный о том, что мы ни дух не исцелим. Я каюсь, чтоб меня услышал мир. И правда, может, схож я с той блудницей, о кой у Исаии говорится во притче про надменный город Сир. Но если сколь плудницы позабытой, и с тьмы времен пророк донес до нас, как должен я взывать свою защиту, как должен прозвучать мой скорбный глаз. Неведомо пришествие Господне настанет. Я дрожу уже сегодня, и, думая о страшном судном дне, предвижу нескончаемые муки. И к небесам я простираю руки, и жду возмездия, и страшно мне. Что будет, все я знаю наперед, но и предвидя все свои страдания, и зная, что меня в грядущем ждет, я все же не родив на покаяние. Но в страшный час меня ты не покинь. О, Господи, Отец наш всемогущий, чудолюбивый, добрый, вездесущий, прощающий своих сынов. Аминь. Григорий Нарикасов